МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По пути он встречает девушку и поездка превращается в романтическое путешествие. После покорения Байкала съемочная группа прибыла в Барнаул и продолжает съемки. Сегодня Евгений Бедарев и его коллеги – гости нашей студии. Здравствуйте. У нас в студии Сергей Берлов, кинопродюсер, руководитель общественного объединения «Народное кино» и Владимир Курилов, автопутешественник. Во всяком случае, так у меня написано. Расскажите, где вам удалось побывать и что уже снято? Мы побывали на Байкальской миле. Мы поехали установить наш рекорд скорости. Вова был главным пилотом, Сергей был вторым пилотом. То есть это не просто сюжет фильма, а вы лично... Мы решили съездить, посмотреть, как там все это устроено, для того, чтобы потом в фильме это можно было спокойно показать, объяснить, рассказать. И сами решили пройти ту дорогу, которой потом поедет герой нашего фильма. Насколько я сейчас понимаю, вы занимаетесь производством тизера для поиска дальнейшего финансирования инвесторов. В данном случае мы как раз занимаемся съемками и в апреле будем заниматься монтажом тизера для поиска инвесторов. И я думаю, что какие-то из инвесторов могут заинтересоваться и здесь, находясь дома на Балтайской земле. Потому что персонаж этого фильма будет родом из Барнаула, наш земляк, который один из главных ролей будет играть, который как раз поедет с Алтая на эти соревнования. Евгений, как вам удается снимать кино с участием московских специалистов, при этом про Алтайский край уже не первый фильм, на Алтайской земле? Да. Мы отсюда и как бы хочется и рассказать, и показать, чтобы увидели во всей, ну и в стране, может быть во всем мире, когда фильм будет идти в интернете, что у нас красиво, замечательно. И стоит и ехать сюда, и посмотреть, но это все равно и узнаваемо, и приятно, и хорошо, когда не только в Москве или в Питере происходит действие фильма, но у нас же еще и большая есть страна, много городов, много людей. И об этом мы хотели рассказать, как герой с Алтая едет на Байкальскую милю для того, чтобы в фестивале, вот как раз тут показана скорость, и принять участие, установить свой рекорд, и по дороге встречает любовь. — Владимир, на чем передвигается съемочная группа? — Съемочная группа передвигается на автодоме. Это экспедиционный внедорожник, оборудованный специально для экспедиции. Единственное, что оборудован он, в принципе, оборудовался он для двух человек, а нас там четверо было. Вот, и немножко поначалу немножко было тесновато, но потом привыкли. — Зато теперь, когда никого там нет, ну, когда там Сережа просто с Никитой, они улетели, ну, уехали на поезде раньше чуть-чуть, то есть они с Иркутска уехали, и мы остались с Женей и с Пайком, то есть ехали через Красноярск, вот сегодня из Кемерово приехали. — Пайк — это ваш пес. — Да, Пайк, привет, привет всем. — Который у вас сидит, ходит. — Да, но он отказался просто сидеть в кадре. — Когда ребята вышли, и мы остались там втроем в машине, это уже показалось прям огромная машина, столько места. — Вы бывали, насколько я понял, в действительно экстремальных условиях везде ли удавалось проезжать на этом автодоме? — Нет, в этот раз, ну, внедорожных особых не было, каких-то приключений, но зато в этот раз мы собрали все морозы просто, мы как с Москвы выехали, попали в Минуса, и у нас там первый где-то в Кургане, по-моему, где мы были там. — Перми. — Да, Перми. — Кострома, Перми, Тагил. То есть мы северным маршрутом шли. — Мы поехали с северной трассой, нам досталась северная дорога, и нас там как придавило, и там 30-37, под 40. — Из Кирова вышли, и стало предупреждение МЧС прислало 47 градусов, мы выехали, и 42 было. — И вот это, конечно, было испытание для машины, а так, в принципе, ну и для нас тоже. — В этом году даже в Москве было аномально холодно и снежно, но все-таки не настолько. — Просто я-то выехал, я-то не с Москвы выехал, я с побережья Черного моря выехал. — Для вас вообще шок. — А там было плюс 17, когда мы с Пайком выезжали. Ну я-то как-то, ладно, еще был, а Пайк, по-моему, вообще первый раз зиму видит. Вот, и он попал сразу в такой... — Интересные впечатления. Упомянули прокат. Где планируется показывать фильм? Это будут кинотеатральные сети или интернет, стриминговые сервисы? — Нет, мы планируем, что фильм выйдет в прокат, естественно, потом он будет на каком-нибудь телеканале, и обязательно он будет в интернете, в любом случае. Ну пока такая задумка, а как получится на самом деле, ну покажет результат. Может быть, например, сейчас посмотрят различные площадки, наш тизер, получат информацию, посчитают деньги. Например, может быть, какая-нибудь интернет-площадка скажет, то давайте мы будем выпускать его, и, соответственно, тогда премьера будет у них. Ну, как бы сейчас интернет тоже хорошо смотрится. — Пандемия этому, наверное, способствовала. — Очень сильно способствовала. Как раз площадки все поднялись, а кинотеатральный прокат он просел, конечно, серьезно. — Уже по касту что-то известно, может быть, какие-то раскроете инсайды? — Скорее всего, по касту будет все очень просто. Мне кажется, как и 10 лет назад, когда мы снимали показ «Чет папоротник», который тоже, кстати, снимался здесь, и искали финансирование здесь, начинали искать финансирование. Прошло уже 10 лет со дня выхода этого фильма. Значит, там будет все просто. Скорее всего, это будут никому неизвестные актеры, но у которых будут гореть глаза, которые будут хотеть работать, и которые впоследствии, скорее всего, станут опять звездами, потому что актеры, пока «Чет папоротник», известны сегодня всем. — То есть вы выбираете путь не привлекать аудиторию на свой фильм за счет известных актеров, вливая в них весь бюджет, а делать наоборот? — Делать хорошее кино, а известные актеры могут принимать участие в каких-то эпизодичных ролях, как камео. — Камео, да. — А самое главное, чтобы зрители, когда смотрят фильм, они видели какое-то свежее лицо, новое, и, например, ассоциировались с собой, со своим знакомым человеком, чтобы не было ощущения, а, это вот тот известный актер, который там уже развелся с этой женой, у него 8 детей или еще там что-то, да? То есть когда за ним стоят ряд ролей и каких-то скандалов. — Бэкграунд, светская хроника. — Да, ты смотришь уже этот фильм, и ты уже видишь не персонажа, а ты видишь конкретного человека, который его играет. Вот нам хотелось бы, чтобы зрители, когда смотрят фильм, они видели именно героя и ассоциировали его с кем-то знакомым в своей жизни. — Где, кроме Байкала, еще будут проходить съемки? Ну, основной ленты, если мы понимаем, что… — Ну, естественно, на Алтае, если найдем деньги, да. Как раз, может быть, надеюсь, нас сейчас слышат, может быть, губернатор, мэр города. И они как раз подумают, а почему бы нам не поддержать людей и не сделать фильм об Алтае. И вот у нас герои поедут отсюда, через Новосибирск, дальше Улан-Удэ, Иркутск. Ну, то есть, как бы они проезжают по Сибири до Байкала. — И в основном вся история любви разворачивается именно на Байкале. — В пути. — А, в пути. То есть, это род-муви. — В пути, в таком род-муви, да, совершенно верно. С приключениями, со всеми делами, с исполнениями желаний. Но в любом случае много будет времени отведено именно байкальской истории. — Когда в случае появления финансирования могут начаться уже съемки непосредственного фильма? — В декабре. — В декабре. — То есть, это зимняя история. — Это зимняя история, потому что байкальская миля — это зимние соревнования. — Да, то есть, там на льду они гоняют. — И мы как раз начнем в декабре, в январе снимать основную историю, а потом как раз на следующей байкальской миле будем снимать те сцены, которые связаны непосредственно с фестивалем скорости. То есть, у нас фоном будет реальная байкальская миля. — А в Америке ведь есть что-то подобное. У них соленая пустыня. — Баневиль. — Да, да, да. Долина смерти, по-моему, у них называется. У них тоже там гоняют. — Это такой аналог, но со знаком минусом. Оттуда и пошло. — Оттуда и пошло. Просто организаторы, они участвовали в Баневиле в Америке, на мотоциклах гоняли, туда ездили. И они решили что-то сделать свое такое в России. — А вообще кто-то снимал художественное кино об этой байкальской миле? Или это будет первый прецедент? — Нет, там они снимали документалки. То есть, там, по-моему, приезжал и что-то National Geographic, еще какие-то много каналов приезжало. Особенно вот в позапрошлом году. — Но художественное кино это будет первое? — Нет. — Ну что ж, время наше, к сожалению, подходит к концу. Я желаю вам удачи в съемках и в последующем, я надеюсь, успешном прокате. — Прокате и выходе в фильме. — Да. Благодарю вас за участие в нашей программе. С нашими телезрителями мы прощаемся. И до встречи в эфире телеканала «Катунь-24». Любите кино. Продолжение следует... Продолжение следует...